У нас пресс-клуб очередной. В студии наша постоянная команда представителей российской газеты Ирина Невинная, Комсомойской правды, Оксана Нараленкова. Да, присоединившиеся к нам стажеры-практиканты из МГИМО факультета международной журналистики Дарья Подкопаева и Иван Смирнов. Да, и сегодня мы с вами встречаемся с очень интересными специалистами, спикерами, врачами. И встречаемся мы, не подгадывая, в такой, в общем-то, примечательный для здравоохранения день, как Всемирный день занозных заболеваний. Да, это та часть болезней человеческого сообщества, происхождение которых в направлении от фауны к социуму человеческому. То есть, то, что передается от животных инфекционными путями к человеку. И сегодня мы с вами поговорим, в том числе, о проблематике, связанной с коронавирусной инфекцией, с той пандемией, которую мы с вами переживали и продолжаем переживать. И часть последствий затрагивают как раз определенные извинения, связанные с волосяным покровом и с кожей на голове у людей. И об этом сегодня будем разговаривать с нашим специалистом МИДС эндокринологии, Мариной Черновой, дерматовенеролог, косметолог наш, человек, владеющий компетенциями в области трихологии. В 2013 году Марина Николаевна прошла повышение квалификации по специальности трихология, в частности, лечения заболеваний волос и кожи, волосястой части головы. Является также специалистом по контурной пластике, владеет компетенциями лазерного омоложения и коррекции тела и лица. Ну и сразу же представлю второго нашего участника нашей встречи. И это фониатор и оториноларинголог МИДС эндокринологии Эдуард Везьменов, кандидат медицинских наук, который трудится в нашем центре в отделе радионуклидной диагностики и терапии. Это та часть, которая по профилю ядерной медицины. Это тоже очень интересный специалист с большими наработками в области лечения и восстановления гортанного нерва больным, прошедшим через хирургическое вмешательство на щитовидной железе. Ну и также мы сегодня с ним плотно поговорим о такой проблеме, как храп и что с этим делать, с этими нарушениями в области носоглотки, причинами, способами воздействия на анатомическую структуру уха горла носа, с тем, чтобы ликвидировать эти низкочастотные вибрации, приводящие к определенному комфорту и человеку, и тем, кто с ним проживает. Итак, мы с вами переходим к обсуждению первой темы. Я с удовольствием передаю слово Марине Николаевне Черновой. Пожалуйста. Добрый день. Отмечается в среднем у 28% переболевших. Выпадение волос после перенесенной коронавирусной инфекции относит к остротилогеновой аллопеции. Тилогеновая аллопеция представляет собой диффузное выпадение волос вследствие резкого перехода волосяного фолликула из фазы роста анагена в фазу покоя телогена. Происходит резкое сокращение фазы активного роста, фазы анагена, которая может протекать как с ранним началом, менее 4 недель от момента заболевания, так и поздним, спустя 12 недель. Также наблюдается острое течение до 6 месяцев и свыше 6 месяцев переходит в хроническую форму. Также пациенты обращались с жалобами на триходинию – это болезненность кожи головы, которая проявлялась в виде зуда, жени, болезненности, парастезии, редко отмечалась как самостоятельный симптом, чаще сочеталась с телогеновой аллопецией. Также было отмечено, что при наличии у пациентов ранее диагностированной андрогенетической аллопеции отмечался стремительный переход от первой степени тяжести до финальных степеней. По данным отечественных и зарубежных источников, было отмечено, что аллопеция диагностирована примерно у 28% пациентов. Аллопеция чаще встречалась у госпитализированных пациентов по сравнению с амбулаторными. Первые симптомы выпадения волос появлялись первые месяцы после постановки диагноза, и аллопеция чаще встречалась у женщин по сравнению с мужчинами. К предполагаемым факторам выпадения волос после перенесенной коронавирусной инфекции относят воздействие провоспалительных цитокинов на клетки матрикса волосяного фолликула, иммуно-посредованные микротромботические реакции на уровне сосудов волосяного фолликула, также некоторые ученые полагают, что это может быть прямое воздействие вируса на фолликул, приводящая к воспалению гибели клеток, но гистологических подтверждений нет. Также психологический и физиологический стресс, и лекарства, применяемые для лечения коронавирусной инфекции, могут являться потенциальными триггерами для развития телогеновой аллопеции. При обращении пациенты предъявляют жалобы на остро возникшее высокоактивное выпадение волос, ухудшение качества и структуры волос, уменьшение объема волос. При осмотре отмечается диффузное поредение волос разной степени выраженности, резко положительный тест натяжения волос. При проведении компьютерной диагностики, трихоскопии, фототрихограммы отмечается истончение стержня волос. Процент выпадающих телогеновых волос достигает 25-30% при норме от 10 до 15%. Могут иметься пустующие фолликулы по всей поверхности кожи скальпом без привязки к определенным областям. И при проведении фототрихограммы отмечается замедленный рост новых волос. На момент обращения пациенты выглядят вот так. Расширен центральный пробор, уменьшен объем волос, видно кожу головы. При проведении компьютерной диагностики отмечается истончение стержня волос, имеются пустующие фолликулы. И при проведении фототрихограммы увеличено количество волос в фазе выпадения. В лечении применяется системная терапия при наличии каких-то дефицитных состояний. Проводится их коррекция. Наружная терапия при раннем началом и остром течении используются топические кортикостероиды. Также используются аминоксидил, стимулирующие лосьоны. И инъекционные методы лечения, такие как мезотерапия, плазмотерапия. Применяется лечение фракционным эрбиевым лазером. Пациентам рекомендуется модификация образа жизни, разнообразность, балансированный рацион, употребление белка в достаточном количестве, соблюдение режима сна и отдыха. Перпи-терапия – введение в кожу головы плазмы, обогащенной тромбоцитами. Мезотерапия – внутрикожное введение лечебных препаратов. И при патологической боязни иголок, либо высоком болевом пороке, пациентам рекомендуется фракционная мезотерапия. Это аппаратный способ введения лечебных препаратов с использованием прибора Дермапена. Лазерная терапия и лечение эрбиевым фракционным лазером происходит без повреждения кожи и волос. Лазер работает на принципе неаблетивного фракционного фототермолиза. Нагревается внутриклеточная и межклеточная жидкость. Запускаются процессы неокологеногенеза, активируются метаболические реакции. При комплексном подходе, хорошей приверженности пациентов к лечению, уже спустя 2-3 месяца можно добиться либо полного восстановления волос, либо существенного улучшения. Да, я отвлекся. Спасибо, Марина Николаевна, вступительную свою часть нам предоставила. Если есть вопросы, пожалуйста. Добрый день всем. Очень интересный материал. Единственное, можно попросить, это не вопрос, а я попросила бы, может быть, сформулировать рекомендации и рассказать о лечении более простым языком. Если можно, как есть, может быть, какие-то витамины, какие нужны инъекции, какие препараты, в случае, если инъекции болезненные, либо пациент боится это делать. Рекомендуемая диета при лечении волос или желание иметь хорошие, густые, красивые волосы – это так называемая средиземноморская диета. Должно быть ежедневное употребление мяса, рыбы, бобовые, рукола, шпинат, орехи. Простите, у вас было написано 1 грамм белка на килограмм веса в сутки, да? Нужно соблюдать такое правило. Довольно трудно несведущему человеку рассчитать. То есть пример можно привести? Я не знаю, условно говоря, нужно съедать в день 100 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 2 и 2. Например, 2 раза в неделю нужно употреблять в пищу мясо, 3 раза в неделю рыбу, яйца раза 3-4 в неделю. Питание должно быть сбалансированным, разнообразным. Ну и последний вопрос. Собственно, по лечению, по укреплению волос, может ли пациент сделать что-то сам? Если, например, скажем, не ярко выраженное выпадение волос, но каким-то образом укрепить их самостоятельно. Или обязательно нужно обращаться к трехологу? Если выпадение волос связано с, например, высоким подъемом температуры или какими-то стрессовыми факторами. Если с этой стороны вопрос решился, то, в принципе, волосы сами могут восстановиться. Но если человек находится в дефицитном состоянии, или это манифест антрогенетической аллопеции, то лучше обратиться к врачу. Если проблема выпадения волос не решается в течение трех месяцев полугода, то, скорее всего, следует обратиться за медицинской помощью. Спасибо большое. У меня еще к Ириному прояснениям. Часто очень продаются какие-то такие, условно говоря, народные препараты, как никотиновая кислота, какие-то маски, содержащие кофеин, или активирующие кровообращение в коже головы, вещи. Ну и знаем мы народные рецепты про тертый лук и что-то такое еще, что можно втирать в кожу головы. Насколько это вообще помогает? Стоит ли людям этим заниматься? Не знаю, там, бабушкам помогало, помогает ли сейчас, да? Несет ли это какой-то результат или это, ну, не знаю, там потраченное время? И по поводу мезотерапии, она же достаточно дорогая терапия, правильно ли я понимаю? И какой там курс? Нужно ли пройти это курсом обязательно? Спасибо. Да, действительно, мезотерапия – курсовая процедура. Преимущество ее заключается в том, что осуществляется прицельная доставка непосредственно к волосяному фолликулу, создается депо препарата, такие идеальные условия для роста нового здорового волоса. Процедура, да, не дешевая, цены разные. Процедура курсовая проводится, обычно интенсивный курс – это один раз в неделю на протяжении 8-10 процедур. Дальше в некоторых случаях рекомендуется поддерживающая терапия – это один раз в месяц, также номером 8-10. А про бабушкины рецепты? Никотиновая кислота не зарегистрирована для лечения проблем с волосами, не доказаны ее действия, но она усиливает микроциркуляцию, и если проблема волос изначально связана с каким-то реакционным выпадением, то да, она может помочь, но опять же здесь, может быть, и без нее волосы бы восстановились. Но если говорить о каких-то драматологических заболеваниях, то она будет неэффективна. С кофеином, с луком, не знаю, берем примерно такая же история, да? Нет, доказана эффективность кофеина, которая входит в состав стимуляторов роста волос, и в частности в лечении андрогенетической аллопеции, обладает хорошим эффектом. Есть еще вопросы? Вопросов нет, да. У моих подопечных из МГИМО, международной журналистики, есть вопросы, ребята, у вас? Дарья, Иван? Нет. Ну что, поблагодарим тогда Марину Николаевну за академическое и такое очень лаконичное представление. Вот, проблемы, я думаю, что, уважаемые наши журналисты, если дополнительно что-то при подготовке материала возникнет, они будут полагать, что вы просветите, да, в каких-то вопросах. Спасибо, спасибо огромное, Марина Николаевна, можете быть свободными, если есть желание, поприсувствуйте. А мы, коллеги, переходим к второй не менее интересной теме, которую вам представит Эдуард Олегович Везьменов, фониатор и оториноларинголог мидс-эндокринологии. Человек с достаточно серьезным бэкграундом, замечу, что в своей специальности он защитился именно по проблеме нарушений гортанных структур. И его кандидатская была посвящена исправлению нарушений голоса у грудничков, если я ничего не путаю. И уж не знаю, это была апробация исследования, либо это было посещение и визит в Корею, в Сеульскую клинику по профилю после защиты диссертации. Но, во всяком случае, в 2010 году, насколько я знаю, вы там были в Корее, в Республике Корея, и изучали, как дело там поставлено, да? Да, все верно. То есть я проходил стажировку, но я сначала защитил диссертацию, потом уже проходил стажировку именно по гортанной хирургии. Ну, прекрасно. Вам тогда тоже вводное слово, и если у коллег возник вопрос, они смогут задать. Спасибо. Добрый день. Ну, на самом деле, сейчас речь пойдет не столько о гортане, сколько о такой достаточно широкой и непростой проблеме, проблеме храпа и его связью с синдромом обструктивного апноэ сна, что, конечно же, утяжеляет состояние больного. Итак, давайте дадим определение и разберемся, что же такое храп, что же такое синдром обструктивного апноэ сна, и разберем этиологию, патогенез, анатомические взаимоотношения органов, ну и лечение этой патологии. Итак, храп – это звуковой феномен, который обусловлен вибрацией и биением мягких тканей глотки друг от друга при прохождении струи воздуха, то есть в ходе нормального обычного физиологического дыхания. И синдром обструктивного апноэ сна – это состояние, которое характеризуется, первое – это наличие храпа, периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращением легочной вентиляции, но при этом состоянии сохраняются дыхательные усилия. Снижается уровень кислорода крови, нарушается периодика фаз сна, и также у пациентов появляется избыточная дневная сонливость. Итак, что же такое апноэ? Это прекращение легочной вентиляции длительностью не менее 10 секунд. Все, что менее 10 секунд, считается физиологическим дыханием. Абструктивное апноэ – это прекращение легочной вентиляции в связи с абструкцией дыхательных путей на разных уровнях. В данном случае, если мы говорим о храпе, это прекращение вентиляции на уровне глотки. Центральное апноэ – это прекращение легочной вентиляции в связи с отсутствием дыхательных движений. То есть это идет именно на уровне мозга. Также есть смешанная апноэ, когда у нас есть и абструкция, и центральный генез, и гиппопноэ. То есть когда поток воздуха снижается на 50 и более процентов. Все, что далее приводит к снижению насыщения крови кислорода. По МКВ-10 состояние, которое связано с абструктивным апноэ сна и храпом, могут приводить к различным заболеваниям. Ну и если мы берем храп и апноэ во сне, то это J47-3, собственно, относится к болезням расстройства нервной системы. На каких же уровнях и какие структуры должны нарушаться анатомия и физиология должна быть нарушена, чтобы возник храп? Ну, прежде всего, все начинается с носа. Если у нас есть искреленная носовая перегородка, то это будет препятствием к нормальному потоку воздуха. В детском возрасте, скорее всего, это будет увеличенная глоточная миндальна, так называемые аденоиды. Также в возрасте до 3-5 лет мы можем видеть гипертрофию глоточных, нёбных миндалин, которые также вызывают храп и затруднение дыхания. На схеме справа показаны синим цветом все структуры, нарушения которых приводят к храпу. Итак, на слайде представлен нормальный ток воздуха слева и нарушение тока воздуха при, в данном случае, мягкости структур нёбной занавески. Видим, воздух не может адекватно проходить, вызывает колебания, низкочастотные структуры мягкого нёба, и таким образом рождается храп. Распространенность синдрома Синдром обструктивного апноэ сна и храп – это наиболее частые симптомы. Классификация достаточно распространённая. Она основана на частоте приступов апноэ в час. Выделяется лёгкая, средняя и тяжёлая формы. В основном мы имеем дело с пациентами в средней и тяжёлой формы, то есть это 10 и более остановок дыхания за час, что достаточно серьёзно. Допустим, при тяжёлой форме более 20 эпизодов пациент просто не может нормально высыпаться, то есть он не спит. В основном пациенты, которые к нам обращаются, имеют такие жалобы, как громкий храп и остановку дыхания во сне. Причём и первое, и второе обнаруживают их родственники, чаще всего жёны, дети, которым этот храп мешает спать. Также это состояние приводит к нарушению сна, то есть беспокойный сон. Пациент встаёт утром разбитый, не выспавшийся, поэтому в течение дня он испытывает сонливость, так называемая дневная сонливость. Ну и также, конечно же, он раздражительный. В некоторых случаях есть ночные приступы удушья, что также очень-очень важно. И если мы имеем дело с мужчинами, с ожирением, с синдромом абструктивного апноя, то у них может снижаться либидо и потенция. Итак, какой же патогенез абструктивного апноя сна храпа? Прежде всего, человек засыпает, при этом снижается тонус мышц глотки, что приводит к спадению дыхательных путей, возникает апноя. Далее снижается насыщение крови кислородом, вследствие чего мозг пробуждается. При пробуждении мозга увеличивается тонус мышц глотки и возобновляется дыхание. То есть здесь пациент уже проснулся. Далее следует засыпание. И опять, как я уже сказал, при тяжелой форме этот цикл повторяется более 20 раз в час. Все эти симптомы приводят к утрате глубоких функций сна, к беспокойному поверхностному сну, дневной сонливости. С течением времени снижается память и внимание, нарушается интеллектуальная активность, так называемая интеллектуальная деградация. И особенно, если мы говорим о пациентах с ожирением, нарушается секреция гормонов. То есть, что в свою очередь усиливает те жалобы, с которыми пациент к нам обратился. А шум у меня с чем связан? Нет, не помогает. Ну ладно, давайте продолжим. Как мы можем распознать обструктивное обновление сна? Для этого нам нужен комплекс жалоб, либо это одна самая главная жалоба. Если мы имеем дело на, ну, указание на остановку дыхания во сне, то есть апноэ, более 10 секунд, то на основании этого мы можем уже направить пациента на углубленное обследование. Либо нам нужно три минимум жалобы, которые представлены на экране. То есть это громкий прерывистый храп, дневная сонливость, беспокойный сон, длительное нарушение сна более по 6 месяцев, ну и также ночная и утренняя гипертензия, ну и также ожирение, которое, собственно говоря, пациентов мы имеем дело в нашем центре. Какие же пациенты могут заподозрить обструктивное апноэ сна? Ну, прежде всего, эндокринолог, оториноларинголог, также это может быть уролог, к которому приходят мужчины с жалобами на дисфункцию, невропатолог, к которому обращаются пациенты с расстройством сна, психотерапевт. Все эти врачи при наличии жалоб должны исключить апноэ сна. Для этого пациента мы направляем на пульсоксиметрию, проводим кардиореспираторный мониторинг, полисонографию, и на основании всех этих мероприятий мы выставляем диагноз и выбираем оптимальную тактику лечения. Ну, посмотрите, на слайде представлены снимки в норме, когда у нас есть дыхательный просвет и, допустим, пациент при ожирении. Когда мы видим, язык пролобирует в глотку, тем самым сужает дыхательные пути, и у этого пациента апноэ доходит до 30 секунд. То есть 30 секунд он не дышит. Это очень-очень неприятная вещь, которая приводит к тому, что нервная система у пациента, конечно, находится в очень расшатанном состоянии. Что касается консервативных методов, до последнего времени и в настоящее время применяется СИПАП-терапия. Я думаю, это всем известно. Это специальный прибор, который дает повышенное давление при наличии апноэ у пациента. Все это происходит в автоматическом режиме. Но самый главный недостаток СИПАП-терапии – то, что пациент практически пожизненно должен применять этот аппарат и спать в нем. То есть каждую ночь он спит с маской, что, конечно, вызывает некий дискомфорт. Мы же, в свою очередь, предлагаем более радикальное лечение, это хирургическое лечение, которое навсегда избавляет пациента от храпа, тем самым избавляет его от синдрома обструктивного апноэ, если он вызван именно обструкцией дыхательных путей. Как мы знаем, ЗЕВ состоит из множества структур, самыми главными из которых – это прежде всего мягкое небо, небные дужки, миндалины. То есть именно те структуры, которые наиболее часто участвуют в образовании храпа. Также хочу обратить внимание, но доклад я скорее на медицинскую аудиторию углубленную готовил, но тем не менее нужно понять, что у нас есть несколько главных мышц, которые участвуют в тонусе мягкого неба. То есть прежде всего это небно-глоточная мышца, небно-язычная мышца, все они в ту или иную степени поднимают и напрягают небо. Также есть увуля, то есть это язычок, в котором у некоторых пациентов может быть избыточно длинным, и в очень-очень большом количестве случаев при длинном язычке возникает храп. Тоже должны обращать на это внимание. В общем, мы занимаемся, хирургическая техника направлена на восстановление тонуса мышц, либо на укрепление мышц мягкого неба. Что мы делаем? Как я уже сказал, все начинается с носа. То есть пациенты, у которых есть искривление носовой перегородки, которые существуют длительное время, требуют, конечно же, коррекции. То есть мы прежде всего проводим септопластику. Если мы берем детский возраст, ну а в последнее время мы также с этим встречаемся и в более взрослом возрасте, это гипотрофия глоточной миндальной, то есть так называемой аденоиды. Нам необходимо их удалить такому пациенту и также удалить небные миндальные, то есть тонзилокотомия. Как правило, у детей две этих операции вполне хватает, чтобы убрать храп. Более углубленные, более специализированные вмешательства – это уволеполята фарингопластика, различные варианты, допустим, латеральная фарингопластика и в некоторых случаях тонзилотомия язычной миндальной. Сейчас я попробую вам на слайдах показать, что я имею в виду и что необходимо делать. Итак, мы видим картину мягкого неба, увеличенных миндалин. Давайте еще раз посмотрим. В ходе этой операции удаляются миндалины, изменяются небные дужки, передние небные дужки укорачиваются и укорачивается уволя, причем уволя укорачивается на 80-90%. Таким образом, мягкое небо после оперативного вмешательства обретает плотность, твердость и у нас расширяется просвет. Это наиболее частая операция, которую мы выполняем, и она в 90% случаев приводит к успеху. Если же у пациента проблемы серьезнее, то мы также удаляем миндалины, также удаляем уволя частично, и в этом случае передние небные дужки подвергаются более массированному хирургическому вмешательству. И формируется так называемое трапециевидное небо, которое, опять же, расширяет просвет и помогает обрести тонус и плотность структур мягкого неба и убрать все элементы, которые вызывают храп. Фаринга пластика. Более углубленное хирургическое вмешательство, более сложное. Здесь небно-глоточную мышцу, которая образует заднюю дужку, мы пересекаем и подшиваем в толщу тканей мягкого неба. Тем самым эта мышца при сокращении будет вызывать еще больше сокращения мышц мягкого неба. Также в некоторых случаях используется латеральная фаринга пластика, практически производятся все те же самые манипуляции, удаляются миндалины, коррегируются передние небные дужки, и мышца не только обшивается в толщу мышечных структур мягкого неба, но и также опирается на боковые столбы. В некоторых случаях, особенно при ожирении, мы видим у пациентов увеличение язычной миндалины. Как правило, на язычную миндалину практически никто никогда не обращает внимания, но при обструктивном апное мы обязаны выполнить эндоскопию, в ходе которой мы и оцениваем увеличение язычной миндалины. Также хирургическим способом мы ее коррегируем, удаляем большую часть. Все не удаляем, потому что все-таки это структуры корня языка. Если мы сделаем это неаккуратно, то мы получим проблемы со стороны глотания. Так что эта процедура приводит также к расширению просвета глотки и снижению периодов апноя сна. А в некоторых случаях процентов в 95 это полное выздоровление пациентов с храпом. Таким образом, лечение храпа и приводящего к состоянию это обструктивного апноя сна является достаточно сложной, актуальной проблемой. В настоящее время, как я уже сказал, это 5-7% населения старше 30 лет имеют эту проблему. И только одна десятая из них обращается к врачу. Таким образом, при проведении всех наших манипуляций мы помогаем пациентам во-первых, избежать храпа, а во-вторых, установить прекрасный здоровый сон. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Олег Эдуардович. Эдуард Олегович. Друзья мои, вопросы возникли? Да, вопросы возникли. Все-таки хирургия – это хирургия, наверное, есть риски. Я слышала, что не всегда операции, во-первых, эффективны, то есть они справляются с храпом, и во-вторых, бывают осложнения. Ну вот, каковы риски? Это первый вопрос. И второй вопрос. Поскольку речь идет об осложнении мышц, может быть, есть какие-то упражнения, которые, если хватает терпения выполнять, то можно справиться с проблемой, если она не запущена самостоятельно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, конечно же, упражнения есть, которые необходимо выполнять, но нужно понимать, что пациенты обращаются к доктору только с серьезными, запущенными формами, при которых никакие упражнения, направленные на развитие тонуса мягкого неба, не помогают. То есть время, как правило, здесь упущено. Ну и, естественно, хирургическая коррекция, она действительно связана с осложнениями, но эти операции достаточно распространены, проводятся нами уже многие годы, ну и осложнения при них не, и процент осложнений не выше, чем при каких-либо рутинных хирургических вмешательствах. Осложнение может быть, конечно же, это кровотечение, да, самое частое, особенно когда мы говорим об тонзилэктомии, то есть удалении миндалин. И, конечно же, пациенты в течение двух-трех дней ощущают болезненность в области операции. Далее полный реконволюсцент, полное заживление происходит в течение месяца. И через месяц уже пациент приходит к нам с отсутствующим храпом, с довольной жизнью, с хорошим сном. Так что вот так вот. Я бы хотела все-таки уточнить, как бы вы сформулировали, в чем основная опасность, да, апноэсна, то есть по воздействию там на нервную, да, систему, действительно ли, правда ли это, или миф, что можно вообще умереть во сне от остановки дыхания? Действительно. Ну, смотрите, у нас самые закаленные, как говорится, пловцы, да, ныряльщики, могут задержать дыхание на 2-2,5 минуты. Ну, это практически предел для обычного человека, без использования каких-либо аппаратов. И вот теперь представьте, что то же самое происходит у рядового обычного человека, который в течение 2-х минут не дышит ночью. Причем это у него не единичный эпизод, а 10 и более эпизодов в час. Понимаете? Нервная система страдает очень сильно. Все это проявляется фактически сразу же после пробуждения. То есть человек не выспался, он становится, опять же, раздражительный, он все время хочет спать. То есть апноэ – это очень-очень грозное состояние. Особенно в детском возрасте у детей нервная система очень лобильная. И, как правило, такие дети могут не высыпаться, но они проявляют свое такое вот невыспавшееся состояние несколько другими механизмами. То есть у них развивается, наоборот, гиперактивность. Такие дети бегают, прыгают, да, то есть они не могут сосредоточиться ни на чем. Так что нервная система у них очень-очень находится в сложном положении. У взрослых же апноэ приводит к фактически сну на ногах. То есть человек в любом, в транспорте, на работе, он засыпает, и, как правило, такие люди употребляют большое количество кофе, кофеина, да, что, в свою очередь, конечно же, не приносит пользы и нервной системе. Спасибо. Так, ну что, будем благодарить доктора, да? Да, спасибо большое. А может, все-таки вот для меня непроясненным остался вопрос. Я проанонсировал о том, что компетенции за пределами обозначенного предмета связаны с восстановлением голоса, да, после вмешательства на щитовидной железе. Может быть, несколько слов скажете? Давайте, да. Это может быть интересно, все-таки это смежно, да? Вот, а такая компетенция присутствует в центре, и вот доктор практикует такого рода деятельность. Спасибо. В эндокринологическом национальном центре выполняются более тысячи различных операций, в том числе и операции на щитовидные и пара щитовидных железах. Во время этих операций одним из таких серьезных осложнений является в той или иной степени повреждение гортанного нерва, что, в свою очередь, приводит, собственно, к нарушению голоса, да, то есть ограничение подвижности голосовой складок и, может быть, от легкой дисфонии, то есть, когда в процессе разговора мы чувствуем охриплость голоса, до тяжелой дисфонии, переходящей в афонию, то есть, когда человек полностью не может говорить. он использует листочек, да, пишет на листочке то, что он хочет от окружающих, в общем, это, конечно же, очень-очень тяжелое состояние. И в нашем центре мы занимаемся восстановлением голоса, восстановлением нервно-мышечной проводимости, потому что нерв у нас обеспечивает связь мозга с мышцами и коррекцию, собственно говоря, этого нерва мы и осуществляем. мы используем нервно-мышечную стимуляцию специальными треугольными импульсами определенной частоты. Как правило, 10 сеансов выполняется, и после этого пациент, по крайней мере, у него улучшается голос, да, но, опять же, поскольку мы имеем дело с медициной, медицина – это не математика, мы можем только предсказать вероятность восстановления голоса, но все наши пациенты в 90% случаев имеют улучшенную голосовую функцию. Для оценки гортани, функции гортани, мы выполняем трансназальную эндоскопию, да, при использовании фиброскопов, и у нас есть возможность оценить пациента до того, как он к нам приходит, да, на реабилитационные мероприятия и уже после реабилитационных мероприятий. У нас накоплен достаточно большой опыт в лечении и реабилитации таких пациентов. конечно же, статистика, сейчас мы занимаемся обработкой материала, статистика говорит о том, что достоверно 85% случаев у нас восстанавливается голос. Спасибо, спасибо, Эдуард Олегович, это мы воспринимаем как бонус с вашей стороны, такого рода информация интересная. Благодарим, до новых встреч, если у коллег возникнут вопросы, как договорились, они смогут дополнительно направить. Да, конечно, в любое время контакты я оставил. Ну, а так, с вами были ведущие медицинские звезды, звезды медицинской журналистики Ирина Невинна, Российская газета и Оксана Нарленкова, Комсомойская правда, очень рейтинговые, многомиллионными тиражами распространяющиеся издания. Друзья мои, спасибо вам огромное, что нашли время и возможность. Ну что, мы Всемирный день вот этих зоонозных заболеваний провели, по-моему, продуктивно и можно вспомнить сегодня подвиг Луи Пастера, французского биолога, который как раз-таки 6 июля 1885 года произвел первую вакцину, я пробировал ее, по, так сказать, лечению, по-моему, лихорадкой Эбола или что-то с этим связанное. Вопросы есть? Спасибо, хорошего дня. До свидания. До связи, хорошего дня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok